Приветствую вас, Дмитрий. Давайте разберем ваш вопрос, ваш текст. Вы пишите о том, спрашиваете точнее о том, возможно ли вернуть отношения, возможно ли вернуть жену. Но понимаете, в своем описании проблемы вы по факту не раскрыли причины конфликтов. То есть вы говорили, что вы поругались, она ушла, потом вы встретились и она сказала, что вы не помогаете до дома, что вы не уважаете, что вы не проявляете к ней внимание. То есть вот такие вот претензии вам были высказаны. И кто нас ничего не хочет и прочее, прочее, прочее. А вы, значит, её уговаривали неделю и она согласилась дать шеанс. Вот не очень понятно, как вы её уговаривали и, собственно, на что. То есть она высказала претензии. Её претензии содержат чёткий запрос на то, что ей нужно. И вы либо можете ей это дать, либо вы ей это дать не можете. Но суть заключается в том, что это проблема. И эта проблема не решится так быстро. То есть не очень понятно, а примеряясь и, собственно, уговаривая её дать вам ещё один шанс, какие выводы вы делаете. На основе вот тех ваших желаний, на основе того опыта, который у вас есть от взаимодействия с супругой. Это первое. Дальше. Вы, значит, пишите, что она вам сейчас дала, но вам показалось, что вами манипулируют. И вы опять сорвались. Здесь сразу два момента. Первый. Вам показалось, что вами манипулируют. И, во-первых, как это показалось? Что она это указывала? Второе. Второе. Как вы восприняли то, что вами манипулируют? То есть вас это, очевидно, задело. Что... вами манипулируют. Если вас задело, то, соответственно, нужно разобрать, как именно вас это задело. И чем вас это задело. Потому что это важно. Нельзя манипулировать человеком, который делает то, что он хочет. Да, который делает, вот, по отношению к другому, то, с чего он желает. Здесь мы переходим к второму моменту, что вы сорвались и снова поругались. И что значит сорвались? То есть вы сорвались, это означает что? Что вы были в напряжении. Что вы делали что-то, чего вы делать не хотели. Что вы себя пересиливали. Что вы себя заставляли, очевидно, потому что, ну... Вы именно терпели что-то. Да? То есть, ну, я не знаю, что вы терпели. Может быть, вы терпели... нахождение со своей женой в несколько, в других отношениях, в несколько, в другого рода отношениях. Либо вы терпели то, что приходится делать больше, к примеру, для нее. Или, может быть, что-то, ну, что-то еще вы терпели. То есть, вот этот момент, он не очень ясен, по крайней мере, для меня. То есть, вот, из-за чего вы сорвались, какой конфликт у вас, ну, здесь проявляется. Вам важно понять, что раз есть конфликт, значит, есть противоречие, есть противоречие. Значит, вы не искренне, вы не раскрываетесь полностью в этом. А значит, соответственно, это не совсем вы. А раз так, то рано или поздно в будущем вы опять проявите, ну, как бы себя настоящим. То есть, складывается ощущение, что вы пытаетесь уговорить жену вернуться ни от души, ни искренне, да. То есть, вы делаете это для себя. Вы не делаете это для нее, и вы не для нее все это делаете, а для себя. Вы хотите для себя ее вернуть. То есть, вас не очень волнует то, что она хочет, что ей нужно. Вот. Такое впечатление возникает у меня, по крайней мере, вот здесь. Вот. Соответственно, нужно четко отграничить то, что вы хотите для себя, и то, что вы хотите для своей жены. Там все. Сейчас у вас это, как бы, все в таком, ну, в едином, в едином переплетении находится. Дальше вы пишете о том, что она после этой ссоры сказала, что не хочет вас, что жадит развода, хотя случался секс по ее инициативе, что когда она обнимает вас, она хочет побыстрее, чтобы это все закончилось, вот. Ждет вас из АГСа, кольцо он снимает носик на шее, и, соответственно, задает вопрос. Ну, вот как же так, вот есть все-таки у человека привязанность и прочее, прочее, прочее. Вот. Все это лирика. Все это лирика, по большому счету, потому что это все догадки, это все объяснение. Факт заключается в том, что у вас есть конфликт, и если вы хотите сохранить отношения, вы можете предложить своей жене вместе обратиться к семейному психологу, либо сами обратитесь к психологу для проведения анализ ваших отношений, для выявления ваших ошибок конкретных и для начала процесса их коррекции. Для этого необходимо вам быть готовым меняться, именно самому. Не ради жены, а ради себя самого. И продемонстрировав жене свои изменения, которые не направлены на нее, и которые не предполагают никаких действий от нее, вы получите шанс ее вернуть при условии, что у нее к вам сохранились чувства. У нее может быть, может и не быть к вам чувств. Действительно, в этом случае уже ничего не поделать. Но, чтобы не повторить те же ошибки в будущем со своей, следующей женщиной, вот, вам в любом случае необходимо провести работу над теми моментами, которые я указал. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Что за кадром в качестве ты не можем сделать это